Продолжение следует... Вот все-таки давайте введем в курс дела. По каким направлениям, сколько дополнительных бюджетных мест и почему? Ну, основные отрасли это прежде всего IT-бизнес, IT-профессии, специальности, строительное, машиностроение, образование и педагогика. И они забирают большую часть, да? Вот почему выбраны такие направления? Ну, прежде всего, это как раз связано с приоритетами и потребностями рынка труда. То есть, неким образом с самим бизнесом вы взаимодействовали. Как это взаимодействие вообще происходило? Вы прямо садились и считали, сколько нужно тому или иному заводу? В том числе и так. И через наше учебное заведение обходили всех крупных работодателей, собирались с них и использовали данные, которые в течение ряда лет торгово-промышленная палата предоставляла. В общем, процесс взаимодействия с работодателями находится в зоне приоритетного внимания и постоянного развития. Это наш общий интерес. Предприятиям нужны подготовленные кадры, а нам нужно, чтобы подготовка наших специалистов шла в соответствии с потребностями работодателей. Ну, мы сейчас говорим о неких крупных игроках, да? Прежде всего, да. Малый бизнес, наверное, в этом смысле. Сложно его организовать, хотя отдельные примеры есть. Ну, наверное, связанные с IT в том числе. Прежде всего, да. Вот. Так или иначе, вот за последнее время, об этом очень много говорится в паблике, мы видим некую популярность, повышающуюся популярность у среднего профессионального образования. Но, тем не менее, больше места все равно дали вузам. Почему так? Ну, тут немножко разные механизмы, потому что контрольные цифры приема в вузы определяются федеральным министерством по согласованию, по запросу региональных властей. А в техникумах и колледжах приоритетным является именно запрос работодателей. Поэтому мы вот так очень точечно и локально эту работу ведем. Что касается вузов, вот эти вот 400 места, они распределены, я так понимаю, между нашими основными, да, двумя? Да, конечно. Там, не знаю, аграрный университет получил какое-то количество? Ну, незначительное. Вот, с чем связана все-таки вот эта вот повышающаяся популярность СПО? Здесь два момента. Первый момент – это требование рынка труда, потому что большинство вакансий в службе занятости – это именно квалифицированные рабочие и служащие. Там, по некоторым оценкам, до 80% всех вакансий – это профессии и специальности среднего профессионального образования. Второй момент – это усиливающаяся популярность профессии и специальностей, именно получаемых в техникумах и колледжах у выпускников девятых классов, а вернее, даже еще у их родителей, потому что чаще всего выбор определяется все-таки в семье выпускника. Куда пойдут работать вот эти вот дополнительные 700 бюджетных мест? А, и, кстати, самое-то главное, все-таки вот это мы просто прибавляем количество учащихся или 700 бюджетных мест? Было столько бюджетных мест, стало теперь на 700 больше? Нет, естественно, что они дифференцируются, и это тоже в соответствии с потребностями экономики. То есть мы, например, по каким-то группам, направлениям сокращаем набор. Прежде всего, это касается экономики и бухгалтерского учета. Не прекращаем полностью, но существенно снижаем. Соответственно, по наиболее востребованным, как вот IT, машиностроение, здравоохранение, педагогика увеличиваем. Ну, то есть некий баланс все равно. Безусловно, безусловно. Это всегда, здесь нет константы, это всегда такая вот движущаяся материя, почему нельзя раз и навсегда утвердить даже пропорции, не говоря уже об арифметических цифрах. В целом о трудоустройстве мы, конечно, поговорим, но вот меня интересует вполне такой конкретный момент. Одно из направлений, по которому увеличивается количество бюджетных мест, искусство и культура и гуманитарные науки. Вот куда пойдут работать выпускники этих направлений? Ну, если мы говорим о глобальных трендах, то на рабочие места предполагается с течением времени, с развитием технологического процесса все больше автоматизации. Роботы придут на место малоквалифицированного, неквалифицированного работника. А, соответственно, сфера человеческого общения, сфера услуг будет расширяться. Вот туда и пойдут. А, то есть вы уже сразу, наконец-то мы смотрим в будущее, да, а не на потребности сегодняшнего дня. Хорошо, выпускники средних профессиональных учреждений, вот для них. Понятно, что с бизнесом повзаимодействовали, но вот неужели каждый год вот это дополнительное число бюджетных мест будет действительно трудоустроено? Не получится так, что мы их обучим, а они уедут? В этом смысле риск с выпускниками техникумов и колледжей меньше. И именно поэтому мы сохраняем такую достаточно развитую сеть по краю и развиваем не только в городе Пермин, но и по всему краю учреждения. И естественно, что мы заботимся о трудоустройстве не только на дополнительные места, но и всех Комприняли, поэтому с первого курса мы предлагаем максимально эффективное взаимодействие с работодателями в формате дуального образования, в формате целевой подготовки. То есть мы стараемся включать работодателя с первых дней, еще до приемов, при процессе профориентации, при конструировании образовательной программы, при организации образовательного процесса и не только практики. То есть мы максимально приветствуем, когда работники предприятий приходят к нам в качестве преподавателей, ну там на совмещение. Это часто происходит? Да, конечно, конечно. Потому что, еще раз говорю, это сфера взаимного интереса, и предприятия понимают, что чем раньше и чем активнее они включаются в процесс подготовки кадров, тем более подготовленного выпускника они получат, тем меньше будет время адаптации, тем скорее он выйдет на стопроцентное выполнение своей трудовой функции. Вот я уже частично эту тему затронул, да, то есть мы смотрим уже наконец-то чуть-чуть в будущее, а вот в будущее на сколько лет вперед? Вот нас сейчас смотрят и родители совсем уж подрастающих, да, ребят, будущих абитуриентов. Вот этот тренд на, ну не знаю, некое большее внимание в сторону среднего специального образования, да, вот он сохранится? Я думаю, что как минимум в течение ближайших 10 лет точно наши будущие абитуриенты, студенты, могут быть уверены в успешном трудоустройстве и таком качественном старте своей профессиональной карьеры. Тем более, что достаточно часто является ситуация, когда выпускники техникумов и колледжей, придя на работу, по происшествии 3-4 лет, по рекомендации работодателя, иногда за счет средств предприятий, идут на программы высшего образования, в том числе по заочной форме. А не получится так, что вот через 10 лет наши вузы, ну, никаким образом возьмут и опустеют, потому как вся вот эта вот, ну, грубым словом пропаганда именно среднего специального образования может привести к тому, что все туда пойдут. Так нет, подождите, актуальность высшего образования нисколько не снижается. Это другой вариант развития жизненной профессиональной траектории. И выпускники вузов сегодня гораздо более конкурентоспособны на рынке труда за счет, например, развития своих коммуникативных компетенций, soft skills. Вот, и последний вопрос, Илья Валерьевич, вот максимально конкретно одним словом. Вакансий хватит? Однозначно. Замечательно. Спасибо большое. Илья Бочаров, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края, был у нас в студии. Обсуждали мы то, что в 2020 году в Прикаме появится более 700 дополнительных бюджетных мест и куда вот все эти выпускники будут трудоустраиваться. Далее в эфире РБК Пермареклама. Не переключайтесь, скоро продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова